крышка вода с вами станции сегодня поговорим опять о прописных истинах но как всегда кто-то что-то не понял повторим от учения так машина у нас простояла месяц гараже уровень масла на горячий не проверялся сейчас после меньше стоянки проверяем уровень масла может надо проверить все жидкости у нас так антифрус у нас тоже чуть-чуть испарился примерно 2 миллиметра здесь у меня было заменено масло на новом шел 0 в 30 за счет и допуск и сменили 502 естественно масло стало чуть темнее кто-то скажет но только момент новое масло обрадают новыми присадками и она старается дымать то что могло остаться после старого масла ну вытяжку вас продолжу позже пока просто проверяем уровень напоминаю что самая правильная методика замера уровня масла рассказываем на канале в плейлисте как замерить уровень масляных ролики какой поспешите станции и дальше продолжение при уровне масла со сцены пропуске по зажиганию все ролик вылазить и итак какой у нас уровень масла на месяц напоминаю когда менял масло поставил уровень 2 фрески максимум не лил плюс 2 риски от максимума сейчас смотрим вместе товарищи там включу камеры свет и что мы видим а мы видим так как я сочетаю раз два раз два три три с половиной три с половиной фрески грубо говоря было две за три тысячи сто метров пробега ушло 2 фрески это на холодную естественно ну не ушло на холодную пусть и уровень на горячую будет чуть больше какой-то правильно замерять показано канале мы сейчас чуть-чуть дольем масло потом наверное покатаемся еще раз замеря но не факт может буду замерять потом уровень как видим все у нас у чистенько не подтеков нет крышка чистенькая почему бывают подтеки на масса масло заливной горловине я же рассказывал срочно всего чистим тут резиночку не надо покупать никакую новую просто почистим о антифризу так сейчас надо будет долить полстакана масла это позже поговорим еще и про до девочки как мы сделаем тест антифриза потому что у нас есть лифтами то напоминаю на холодную но максимальный уровень у вас на ровной поверхности сейчас не на 2 миллиметра ниже но почему не обязательно туда заливать готовый концентрат потому что я же создана казано назвать еще раз то у нас новеньким это рефлектометр по антифризу да да написано фриз может есть еще другие как говорится с дуру по акции набрал себе рефлектометров это прибор который замеряет характеристики плотность грубая стойкость замерзанию антифриза короче при эксплуатации автомобиля из вашего антифриза улетучивается если ровная вода и когда вы будете взрывать туда но одессалат естественно вы будете повышать уровень концентрацию концентрата вашем антифризе и тем самым можете перешагнуть и сделать его слишком концентрированного это вам не нужно короче вам тут видно не видно не знаю попробуем но у меня там сорок четыре с половиной градуса так сейчас я свет выключу и там плохо видно но вот такая шкала и вон там видно уровень фриза по шкале температур короче 40 градуса спокойно можно долить бессерона водички ничего страшного не будет уберем либо хотя у меня есть готовый концентрат так 44 хотя не давайте из-за что мы все-таки готовимся холодной зиме сейчас богатый как принесу готовый концентрат мы чуть-чуть даем готова если у нас зима если уже в москве то вообще просто может или кто-то в фон у вас там холодов не бывает поднимем концентрацию g13 наш антифризе у нас жидкость была до 45 градусов минус все естественно перед ним вдалевать проверяем наши поддоны всевозможные места на протечку протечку у нас нету просто-напросто когда вы как правильно эксплуатируете ваш тебя сайту естественно температуру нагрузка растет идет испарение и с этим даже вас идет и расход масла почему больше расходуется масса после обороты двигателя больше на больше пропорции 9-нять вторая ступень работы масляного насоса и идет больше расход масла больше нагрузкой очень нагрузка масло нападает под такую температуру нагрузку как который нам рассказывать число нового чем меньше число тем масло лучше противостоит угару но по сути тем условиям как я ездию если за три тысячи сто километров ушло всего полтора-два миллиметра от уровня масла это полнейшая ерунда это практически отсутствует уж мне недавно прислали материал делу койл рассказывает что такое масложор и вот по их показаниям рассказывать как нужно проверять мотор на масложор если где-то они просто топлива если например у вас автомобиль на 100 километров тратить 10 литров топлива то получается на 10000 километров там нет соотношения процент соотношения от расхода топлива расходу масла там вроде бы до трех процентов турбомотор не больше от вас мотор должны жрать 0 8 процента короче на турбомотор они пишут что на пробеге 10000 километров 3 литра расхода масла это нормально посадить 10000 километров 30 расхода масла этого ребята вас не то что он не живет у вас даже он не расходует он просто бухает ваше масло за 10000 километров съел 3 литра масла он просто масляный алкаш ваш двигатель у меня обычно уходит но 200 300 миллилитров на 7000 км это 250 280 моточасов не какие-то на камни же мы гоня по моточасам сейчас масло прошло 3111 километров там сто пятьдесят шесть моточасов лишь куда там лежит если интересно так что учимся правильно эксплуатировать машину не даже лукой лукой который сам производит масло не рака за то что нужно масло спортив по моточасам и не пишут сколько их масло может пройти моточаса какой же это производитель это просто какая-то ерунда это то же самое лукойл клуб с тараконом который ничего не знает и вещают таким же болваном как и они а давайте поговорим про доливочки это очень интересная тема потом дольем уровень и так продолжать тему антифриза почему я вылил спокойно весь мой запас и не пасть потому что я вам рассказывал как можно случае даже отсутствия дисферонной воды у вас я мог налить ее но не стал как вы можете заменить дисферонную воду какой водой покупая просто магазине не допить никакого снега можно и проверить интересно и чего будет чище вода из снега из льда или из пара диссилат это по сути концентрированный пар вот на час на севере у камаз была проблема у нас к матор замерзли при минус 28 не было подпитки литрис он еще была нас сожрал аккумуляторы у камаза и мы попали в ситуацию когда включили свет в городке ему не повезти камаз потому что аккумуляторы сели мы там замерзали после этого напарник начал производить дисферонную в лесу в тайге купить его негде и он применял разные методики но потом можно проехать на есть приборы которые замеряют концентрацию всякие взвеси в растворах кому интересно пишите а теперь товарищи про дали ученик стать для тех кто говорит что g13 не производится все производится разных производителей кому интересно что не полтора литра почему-то 1300 странно написано полтора я чувствовал иначе отливал ладно теперь про заливочку вот мое масло которое залито моем сейчас моторе shell 030 даже не вскрывал по барабану одно и то же место целик вы просто вот так видите капельку так делаете зеленый цвет капельки перелил не может даже неприятно клещем так я залил с этой кани канистры фильтр масляный фильтр туда залазит 100 ну то залезет 200 грамм но это масло будет выливаться и туда с эту лить не больше 110 грамм да я сторонник того что в масляный фильтр нужно заливать масло все кто думают иначе ну думайте себе иначе я уже без нас почему так как бы ничего не раз не доливал мерный стакан и вот мои канистры вот моя первая канистра который я купил в 2016 году в декабре машина куплена январе ведь ты декабре 2015 года ровно через год я поехал над его открывающую поднимаем замер масса делу а там у меня ушло масло вот столько масла я долил тогда свой обкатанный мотор на тот момент у меня было пять тысяч двести восемьсот там все показано кстати влачу далеко ходить давайте развиваем тему масла тема сложны все документы все все на месте понимаете у нас вот она ваговское масло получается на 6800 поменяли получать вот такое пятно было муж мотор ветер мотор новый как бы ну и не я ним только не катался там живо катка же было центрального ядра грязи нет мотор чистым потом мне залили масло шел 030 до дилерлю тоже ведь 8000 моточасы это дача кому-то часы не знал товарищ я их не замерял я все делать по коэффициентам моточасы появились видите две тысячи семнадцатом году появились моточасы не начал менять же по моточаса возле тысячи с 11 месяца 2017 года у нас уже шла правильная эксплуатация от этого видите тоже как все бамбуки шоу по километрам но я все-таки замерял коэффициент видите при 0 3 уже пора менять масло ну масло хорош вот конченое масло вот конченое масло вот конченое масло лукол 5 в 47000 что понимаете короче масло было более-менее нормально тут если у нас уже этих новых масла все попозже и так я долил получается сколько 200 200 220 грамм получается он с рождения не ел дальше потом я начал зарядили сам масло 0 в 40 потому что мне показалось что масло который лед дилер но я ушел от дилер к тому же послать менять сам уровень масла видите так 400 но 380 но не надо думать что это все что двигатель на самом деле тут примерно одно и то же был где-то 200 есть все грамм я заливал куча здесь литр получается меня примерно было 600 где-то под 600 куда здесь это масса был этот момент что я занимался стройкой не минус был распилить гидроизоляцию а когда пилишь пилой это очень сложно пробовал нитью тоже это очень геморрой не знаю как узбеки это делают они просто может сильные ребята или у них какие-то специальные эти нейлоновые нити я не смог и я просто взял пилу и лил на пилу как не подарок парадоксально шелфер из утром 0 в 40 и очень хорошо пилилась но на это ушло 200 грамм масла и распилить такой рулон гидроизоляции поэтому и так момент когда я заливаю маслом я всегда создали в ки заливаю масло первое основы канистры я беру масло и заливаю вот например там 800 грамм новую маленькую канистру удалить чтобы так возить удобнее всегда здесь у меня более-менее свежее масло так что сейчас я эти масла я уже использую так для тестов на бензопилу лить сейчас мы возьмем новый стаканчик зальем туда пол стакана масла и дополним уровень потому что вы уже в курсе почему не закататься на половинчатом уровне масла так стаканчик 200 грамм на этот нам написано до 200 сейчас здесь прям 130 грамм масла тщательно закрываем потому что масло оно все таки как не тормозут набирать влаги сейчас у нас чуть меньше 800 сейчас мы даем уровень что у нас будет потом покажу совершенно спокойно взглянуть на эти 100 грамм масла 120 так момент один раз сургуте у нас точно нас мы стояли возле кафе там подлетел porsche kayenturbo там рядом магазин был это записи музыка кафе был белорусский кафе там появились пельмени кто в курсе там есть дороги возле моста сургуте и короче ну я против него не просто на улице мужики грыль я не курю и выдвигает хозяин этого porsche из магазина с литрушкой литрушки масла там он был открывать масло за гневную горловину и не глядя льет туда всю канистру литровую мне самое интересное я подошел к нему я говорю ты не боишься уровень ты перелить ты не глядя литруху залил а то мне сказал владелец что это нормально машина походу мотор под капиталку ты ведь не понимаешь этот мотор после капиталки это еще литрушка нормально до этого он гораздо больше жиром понимаете литр масла заливается не глядя и такой момент почему надо отстаивать уровень масла перед замером как мы приносим может как видите все масло было вылито в горловину но постепенно еще у нас масло стекает по стеночкам видите какое количество осталось так что нельзя сразу замерять замерил подождал и так я сейчас замерил уровень естественно на горячем будет чуть больше какому-то на горячем вы увидите ролики как правильно замерять уровень масла я решил налить еще получается сколько тут грамм 40 масла чтобы у нас было максимально близко к максимуму потому что как мы знаем при серьезных условиях я эксплуатации необходимо держать уровень масла максимум если вы еще до сих пор не смотрели ролик про уровень масла там все наглядно показано весьма как видите масло такое хотя бы густоватое не так легко стекает также мы сейчас смотрим уровень тормозной жидкости у нас на на три миллиметра ниже максимум но так как у нас есть все и оригинальная тормозная жидкость вас на вас отдалил рассказать мне не жалко моей эксплуатации не так достаточно будет но а то уже появится новый владелец этого чудесного транспортного средства берем которому уже не придется никогда заниматься заменой водной жидкости вами метод максимума это достаточно жидкость у нас свеженькая чистенькая прозрачная медично закрываем крышку и так уровень масла товарищи на данный момент после добавления еще там 30 грамм масла у нас получается уровень масла в час камер сфокусируется две с половиной риски фрески вот максимум естественно когда мотор будет заведен масло расширится и будет где-то примерно от полторы фрески вот максимум может максимум это как лица правильная эксплуатация часа в условиях повышенной нагрузки если вы скажете у вас полный уровня его все хорошо это ваше заблуждение есть на что если вы только ездите по ровной дороге и ни разу не ускоряйтесь если поддержка дача более-менее если вы видите как полноценный владелец турбомотора то лучше лить максимум дальше будем покатать машину подключил аккумулятор сейчас будут ошибки проверим давление в колесах заправимся бензином и пойдем дальше и вот с начала эксплуатации машины на этом новом масле у нас в моторе залито 4 литра получается 270 грамм масла никакие 400 литра который заливает дилер 4 литра масло будет мало как минимум вы должны залить 4 литра 100 грамм масла 150 взяли 4 200 вот вам все истины это положу в багажник и поедем дальше итак пробег у меня 42 924 км все оригинальное первая заводка после месяца стоянки как всегда вывезли всякие ошибки но это ничего страшного сейчас у нас машинка чуть постоит но это ошибка индикация дальнем шинах напомню никаких никаких датчиков давления шинах у нас нету для тех у кого skoda octavia a8 как мы видим никаких чеков пока у нас никаких у нас пока пропуска зажигания нету и не будет для тех балованов которые удивляются что у них машина с морозами закидывает температуру сейчас кресло включу температуре закидывает обороты наверх рассказываю это делать машины она не сломалась все правильно ясно чуть поработает потому что шумно масло раскидала мы увидим потихоньку из гаража она опять поработает чуть датчики свои опросите эти ошибки уйдут потом через оба дэс памяти стерем их они уже не будут и не будет их индикации на рабочий панель их так нет что у нас покажет но тут нас только он две ошибки что ошибки никогда за контроль давлением шинах есть ошибки и системы поддержку соустоящее это ерунда это все уйдет и после того что отключен аккумулятор это ерунда помнишь это не как и skoda octavia 8 где каждый день новый геморрой если потом проверим давление в шинах на чуть-чуть покатаемся чтобы то не в курсе давление в шинах надо проверять на горячих покрышках направься бензиновыми бензиновыми еще есть но как я сразу говорил бензин то есть на лучшее в обновите литров 5 прессонуть а может даже и по больше да лучше полный бак чего что мучиться а те кто думает что у насоса нет охлаждения и он вас перри горит если у вас будет минимальный показатель топливного количество топлива в баке сообщая как сообщил один наш подписчик он лично разбирал этот бензонасос там есть стакан охлаждения куда стекает обратка все продумано никаких проблем нет хватит стать форму моя проблема с индикации охлаждать шидкость и так и не решена поэтому будем мы ездить как и раньше по 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 температуре масла на все покажу для тех ребят такого механической коробкой передач и нова шкода octavia 8 и вы удивляете что у вас что-то там случилось коробкой рассказы вас такая же старая коробка как его шкода octavia 7 у вас у многих есть проблемы с синхронизаторами да она есть и здесь но просто приходится раз на раз обычно это проблема на непрогретом масле в коробке но у меня видите включилась первое третье но бывает синхронизаторы плохо работают и включается с трудом но когда масло уже прогреется это случай сходит на нет это бывает бывает раз в день бывает раз в полмесяца бывает раз в полгода никто никак не угадает ради снова масло до сих пор тестим как вы видите я выехал из гаража все ошибки пропали машины теперь чистенькая но все равно они будут блоки и бу всех те кто думаю что они такие я вообще поражаюсь над теми баранами которые эксплуатируют шкода octavia 8 и на них возникают проблемы какие-то ошибки там без того что у них новые алгоритмы управления автомобилем новые блоки управления эта система старцов которые дают глюки которые они ставят сигнализации которые еще пошли от глюков они говорят чтобы пропали ошибки надо руль до упора влево руль до упора вправо потом открыть дверь и хлопнуть ей вы реально такие тупорылыши вот эти манипуляции никак не связаны со сбросом ошибок они как сидели твоему и бу который нам под капотом возле аккумулятора так и будут там сидеть вот откуда такие то ты безобидно тупорылые берутся я вообще в шоке тельмон ошибки только через оба дыра зима который здесь стоит это со шкода а8 там спец прибор из через где-то 10 дней он придет ко мне иностранный вот там потом и пообщаемся так опять у нас сотый бензин на теперь 56 рублей 85 30 лет едем наслаждаться свежим бензином итак заправили мы свежее топливо масла уже 50 копеек градусов ну сейчас будет отображаться сильно дойти не стоит потому что в городе купили новые камеры короче по новому бензину цену вы видели машина на свежем бензин есть бодрее проказа почему по машине я затметь скатался на лексусах тойота врачу других машинах на работе но своя шкодка на роднее бодрее ну как отзывчивый идет про тормоза кто говоришь плохие тормоза но вы ребята походу вообще ничего не понимаете главное чтобы тормозная жидкость была правильная оригинальная кто производитель тормозной жидкости расскажу позже и чтобы она была прокачана вашей травмной системе как все это делать я показываю на канале сейчас мы прокачаем колеса и поймем дальше короче давление замеряем на прогретых колесах чуть прокатились проверяем старинным прибором как находит к славе приборе не раньше их собирали эти приносчики для автоваза у нас по правой по левой стороне все давление нормальная двушка правую сторону сейчас чуть подкачаем а чем вы проверяете 2 и 2 сам прикол что на новой шкоде octavia 8 вот так и спереди вы не проведете прикруйте для компрессоров может вот он тупо нету потом новая машина а как вы себя качать колеса расскажите пожалуйста послушаем машину по мою позже час времени после того как вы изменили давление в шинах необходимо это зафиксировать машина понимала средства ли все назначения давление шин требовал да все прошла калибровка теперь проблем не будет дать ему ждет после каждого изменения давления или какой-либо манипуляции с покрышкой так товарищи почему нужно качать колеса на прогретых покрышках потому что вы на холодную накачаете и блин вот тут дорога а потом машина прогрелась у вас будет там такое давление чтобы потом будет писать формах что у вас школа такая деревянная на невозможно ездить качайте рабочее давление не обязательно прям по руководству эксплуатации пальцем проверил должна быть пружина чтобы там не было написано если нет пружины то это неправильно руководству эксплуатации это всего лишь попытка производителя снизить расход топлива ну а что сказать про машину машине надо давать жару потому что это тиасай который любит газ так радаров здесь нету вроде чем успели поставить у нас масло в рабочей температуре поэтому может давать газ машина любит газ любит скорость любит обороты а слава товарищи лайк подписка сейчас эти нашим противношку до 8 кстати мне вроде бы какой-то сверчок появился слева но не знаю нестабильный он так и не понял вроде не из панели вроде не из динамика может просто музыка такая была а у вас есть сверчки товарищи пишите все что новые что старые машины до свидания украинская украинская в и в и и и и и и и и Продолжение следует...